Здравствуйте, меня зовут Борисов Алексей, я врач-невролог, работаю в факультетской клинике Иркутского государственного медицинского университета. В данное видео я хотел бы посетить такому часто выставляемому синдрому, как люмболгия. В переводе на русский язык люмболгия обозначает просто боль в пояснице. Алгия это в переводе на русский язык боль, люмбос, поясница. Соответственно, люмболгии можно назвать любые болевые ощущения в пояснице. И как полноценный диагноз, люмболгия все-таки не является полноценным диагнозом. Всегда для выставления все-таки более полноценного диагноза надо указать генез люмболгии. И наиболее часто это вертеброгенный генез. То есть пишется вертеброгенная люмболгия и имеется в виду, что какие-либо изменения со стороны позвоночника привели к болевым ощущениям в пояснице. По международной классификации болезни люмболгия шифруется под кодом М54.5 или боль в нижней части спины. В новом проекте МКБ-11 люмболгия тоже присутствуется и она будет шифроваться предварительно в разделе МЕ84.2. Где будут также шифроваться другие болевые ощущения со стороны позвоночника. Наиболее часто к люмболгии приводят такие проблемы, как мышечный спазм, такие проблемы, как спондилоартроз, спондилез, которые влияют на корешки спинного мозга и вызывают какие-то неприятные ощущения. В общую кучу пихают и остеохондроз поясничного отдела позвоночника, хотя это не всегда правильно, но имеет место быть в поликлинической практике. Вообще, если сказать более честно, более развернуто, иногда нет времени на поликлиническом приеме выставить какой-то, скажем так, красивый оформленный диагноз. Хотя, вот причина миофасциального болевой синдрома, идет какой-либо болезненный мышечный спазм, человек имеет статическую нагрузку на работе, у него банально спазмировались мышцы, но неврологу проще и быстрее написать слово люмболгия и, соответственно, провести полноценное лечение, нежели описывать то, что это именно болезненный мышечный спазм, который имеет рефлекторный характер и так далее. Для того, чтобы убедиться в том, что кроме люмболгии нет ничего более страшного, надо обращать внимание на так называемые красные флажки, то есть это взаимосвязь болевых ощущений с движением должна быть. Не должно быть какой-либо утренней скованности, не должно быть повышения температуры. Человек не должен предварительно болеть каким-либо онкологическим заболеванием, которое могло вызвать метастазы в органы малого таза, в позвоночник. Для подстраховки есть смысл иногда провести визуализирующее исследование, рентген поясничного отдела позвоночника, ну или более серьезное исследование, например, магнитно-резонансная томография. В неврологическом статусе при люмболгии, в принципе, определяется только болезненность, при пальпации позвоночника может определиться защитный мышечный спазм, дифанс мышц, собственно, который может являться причиной боли. Основу лечения люмболгии и ее профилактики, это все-таки должна составлять лечебная физкультура и рациональный подход к нагрузкам. То есть это как к статическим нагрузкам, например, на работе, поддержание правильной позы, делать перерывы в статической нагрузке, ну и рациональный подход к статическим нагрузкам. Например, становая тяга, такое упражнение, оно, естественно, при люмболгии противопоказано, в принципе, как метод профилактики. Также классические в лечении люмболгии входят назначение нестероидных противовоспалительных средств, миорелаксантов, различных метаболических препаратов, как улучшающих микроциркуляцию, так и каких-либо улучшающих трофику корешков спинного мозга и тканей, например, витамины группы В. Но также показаны методики мануальной терапии, методики массажа, физиолечения. Но все-таки основа основы должна составлять лечебная физкультура. Правильный подход к лечебной физкультуре, укрепление мышечного каркаса, улучшение микроциркуляции за счет регулярно выполнения лечебной физкультуры, все-таки более полноценно отражается от человека. Но если имеет место быть острое состояние, человек как-то неправильно повернулся, сделал значимую нагрузку, то все-таки, наверное, стоит как можно раньше начать противовоспалительное лечение. Также стоит отметить тот факт, что люмболгия, долго сохраняющаяся, может перейти в хронические формы, поэтому ее все-таки лечить нужно. А если лечение не дает эффект, лечение полноценное, как я уже описал, стоит задуматься о том, что есть что-то, возможно, более серьезное. Тогда уже есть смысл провести визуализирующее исследование, проконсультироваться со смежными специалистами, возможно, сдать общий анализ мочи, общий анализ крови, для того, чтобы, возможно, выявить какие-либо другие проблемы, которые могли привести к болевым ощущениям со стороны спины. Спасибо большое за внимание. Подписывайтесь на мой канал, выставляйте мне оценки, нравится, не нравится. Оставляйте комментарии по возможности, я на них отвечаю. Отвечаю, прежде всего, в новых видео, которые вышли вот недавно. Все видео мне отслеживать все-таки достаточно сложно. Я надеюсь, что моя информация остается полезной для вас. До новых встреч!